Жизнь прекрасна, а зачем посыпать ее пеплом? Этим вопросом задались инициаторы традиционные для города над Богом инициативы, направленные на снижение числа курящих в Бресте и повышение информированности населения об этой проблеме. А проблемы в областном центре существуют. Однако, если сравнивать с другими регионами, масштабы ее не столь глобальны. Если в целом в республике 28% курящих, то на Брещене их 25, что все-таки гораздо меньше. Ежегодно этот процент снижается. В программе здоровья, в национальной программе здоровья народа, есть целевой показатель, к которому мы должны стремиться, и к 20-му году процент курящих должен достичь 20. То есть вы видите, что у нас еще впереди много работы. Но, тем не менее, определенные успехи уже достигнуты. Несмотря на неплохие показатели, никотиновые или, как еще их называют сегодня, раковые палочки, настолько прочно вошли и закрепились в повседневной жизни, что для некоторых стали нормой. За ярлых курильщиков и тех, кто в этом деле новичок, не пугают слова «раковые», «убивает», «инфаркт» и «инсульт», написанные на каждой сигаретной пачке. Не останавливает и удручающая статистика. По данным Всемирной организации здравоохранения, табачная эпидемия приводит к смерти каждого десятого. Ежегодно в мире умирает около 6 миллионов человек. Мы рекомендовали, чтобы вблизи школ, учреждения для детей и молодежи не останавливали киоски табак. Это действительно уже получилось свое распространение. Ряд киосков было убрано от организации здравоохранения, организации, куда массово ходят дети. Смысл курить молодежи, если в будущем им, наоборот, пойдет в худшую сторону. У них может быть проблемы со здоровьем или еще что-то в этом роде. Не курить – это модно. Сегодня эта известная фраза вовсе не девиз, который активно пропагандируют специалисты, а стиль жизни многих брещан. Своеобразный лейтмотив, важность и серьезность, которого понимают и осознают жители областного центра. Сегодня нужно беречь здоровье, ну и, конечно, кошелек. Я не курю, и, конечно, это не модно, я считаю, что это неправильно, и каждый человек может и должен думать о своем здоровье. Некоторым кажется, что модно, но я, ну, каждый сам выбирает. Мне просто не нравится запах, я не могу его переносить. Это разве может быть модно? Я думаю, что нет. Это выбор человека. Хочет, пускай себя травит. Никогда не курит. Присоединиться к антитабачному движению и стремиться быть свободным от табачного дыма не поздно никогда, так считают волонтеры Белорусского общества Красного Креста. Вооружившись увеличенным макетом сигареты, буклетами и сладостями, они отправились сегодня на железнодорожный вокзал, где предлагали брещанам и туристам обменять сигарету на конфету и оставить свой голос в поддержку акции. Меняем сигареты на конфету. О, спасибо вам большое. По статистике Всемирной Организации Здравоохранения курят людей больше, чем когда-либо в истории человечества. И каждые 10 секунд умирает один человек от болезней, полученных в результате курения. Ну, скажем так, табак – это злейший враг, и ни один из видов загрязнения среды нашей не может сравниться с ним, потому что очень много умирает людей. И наша задача, задача Красного Креста, одна из задач Красного Креста – это охрана жизни и здоровья человека. Поэтому мы очень много проводим информационно-профилактических акций. Вдыхая табачный дым, убиваешь себя, выдыхая других. Сигарета не щадит ни взрослых, ни детей, забирает годы жизни. Курение или жизнь – выбор за вами.